10 тысяч тонн резины в год. Столько приходится вывозить САХу с контейнерных площадок города. Покрышки оставляют и сами сочинцы, и шиномонтажки, не желая тратить деньги на утилизацию старой резины. В итоге раскошеливаться приходится спецавтохозяйству. Хотя компания имеет право работать только с бытовым мусором, а не с отходами высокого класса опасности, к которому шины и относятся. Решение этой давней проблемы было озвучено на специальном совещании. САХ уже подал заявку на получение лицензии на утилизацию покрышек. Будет плотно заниматься шиномонтажками, заключать договоры. Активная работа ведется и с автомойками. Оказалось, что 95% работают с грубыми нарушениями. Либо договоров нет никаких, либо нет очистки воды, поэтому все работают с нарушениями. В ходе мониторинга добавилось еще несколько объектов. Всего таких сейчас обнаружено порядка 212, если быть точным, из которых 90 объектов отключены от водоснабжения. Воду на автомойке не будут подавать до тех пор, пока компании не заключат договоры с водоканалом и не установят соответствующие очистные сооружения. Зашла речь и о гаражном кооперативе на Альпийской. Члены ГСК сегодня присутствовали в зале. Гаражи на Альпийской появились еще в конце 70-х. Тогда люди своими подписями в уставе кооператива заверяли, что здесь они будут только хранить машины. В итоге гаражи превратились в многоквартирные дома, причем дома без канализации. Воду им отрезали еще в феврале, но люди продолжают пользоваться бочками с привозной водой, сливая отходы прямо на рельеф. Это город. В городе это нечто интересное. Территория, где живут сотни неопределенного вида людей, граждане и неграждане Российской Федерации. Это место, где является притоном для проституток, для бомжей. Это место, где нелегально работает бизнес. Это место, где проживают жители и нежители города, которые сдают свое жилье в абсолютно антисанитарных условиях. Но главное, отметил Пахомов, здесь по разным причинам живут сочинцы, в том числе с детьми. Поэтому решение должно быть жестким, но справедливым. Здесь подойти нужно по-человечески, но буквально по каждому случаю разобраться, по каждому. Отключить от воды, естественно, что мы не можем позволить, чтобы детки травились там, чтобы море было убитое, ради того, чтобы кто-то в гараже жил. Это не пойдет. Но помочь вместе с водоканалом, слышите, да? Получить быстро технические условия, водоканал должен их выдать и помочь им быстро подключиться к централизованной канализации. На предмет подключения к центральной канализации проверить Анатолий Пахомов поручил и многоквартирные дома, которые были введены в эксплуатацию по решению суда. В целом же администрации города была проведена колоссальная работа по наведению порядка со сбросами. За три года из 17 тысяч объектов, которые сливали отходы в море и на рельеф, сегодня осталось лишь полторы тысячи.